Доброго времени суток! Мы находимся в нашей любимой игре Клан Дайк. Итак, вы знаете, да, вы правы, давно пора в забытую бухту. Но сейчас я вам покажу, чего я достигла, что изменилось и что к чему и как. Так, во-первых, принимаем всё, что можно и всё, что не можно. Так, это можно, это можно, это можно, это нужно! Всё приняли. У нас в игре были изменения. Ну, во-первых, нам поправили с соседями, теперь они не перелистываются, когда мы там ходим копать. Во-вторых, сделали уценку в постройках. Жильё стало дешевле. Дом с верандой теперь стоит не 40, а 25. А вот я купила один, да, а кто покупал себе по несколько, тратил изумруды. Ну, могли бы хотя бы компенсировать этими сильверами. Не дождётесь, называется, никто ничего никому не компенсировал. Кто купил, сам виноват. Хотела сказать по-другому, но будем культурно играть. Строим. Это, по-моему, последнее здание из серии, что о постройке-ка нам очень надо строиться. Поехали. Судостроение. Первая стадия строительства. Вторая стадия. Третья. И заключающая. Ура, ура, мы это сделали. Ну что, смотрим задание далее. Постройте верфь. Опс, это ещё тоже нам предстоит. Раз, ну, по крайней мере, пока месяц спасибо на том, что... Вот и вёдра ставить. Ничего заумного такого в постройках не было. Отделались, называется, лёгким испугом. Нам подарили ещё один компас. А тут тоже можно построить? Ладно, ладно, мы будем идти по порядку. Построить яхту? Ага. Ага. Это строится... У нас есть сломанная яхта. Ну, вот что-то у нас есть, правда? Ой. Вы знаете, звучит обнадёживающе. А я, кстати, не смотрела в предыдущем здании. Мы строили-строили, и что в нём-то делать? Так, 10 человек. У меня есть 12 тысяч. Я смело могу нанять. Ну, и в этот раз, первый раз, я найму уже нормально на трое суток. Ну, два дня. В принципе, ну, ладно. Сколько что будет деньгов? Ой, они с ума сошли. Нанять. Мы теперь бедные. Так. Задание. Построить яхту, погрузить в трюмкомпас. Для того, чтобы построить яхту, нам надо чего? Парус и просторные мачты. Правильно? Ещё раз. Да. И простой корпус. Смотрим. Простой корпус. Это корпус не тут, да? Ой, что-то я потерялась. А где что? Это не здесь. Ага, мне надо вот такую вот и китель. Тогда я сделаю каркас. Одна такая, одна китель. Хорошо. Одна такая. Ага, мне ещё надо два. Тихо. Раз, два. Я даже три поставлю, пусть будет. Так. Сколько всего вот этих вот надо. Простых каркасов. И вот ещё надо будет простой каркас. Как минимум два. Есть. Ну, я так заранее смотрю, чтобы я ещё могла поставить. Это я не могу. Пакеллаж какой-то там. Опс. Я вообще потерялась. А где я его делаю, по-вашему? Так. В парусной. Это что? У нас ещё парусная есть. А, точно. Вот он. Я ещё для него стальной трос заготовила. А, ну, я нанять-то могу только четыре, ещё пять человек. И всё. А надо-то восемь. Так. Ладно. Смотрим. Жильём. Шесть человек. Вот я не вижу смысла сейчас тратить. Тем более то, что у меня нету. Коттедж четыре человека. Ну, а так я могу делать только всё частично. Так. Тут я... Нет, конечно, если я отменю здесь. А здесь мне тоже надо, в принципе. Нет, мне нужны люди, конечно. И надо их нанимать. Делать чего-нибудь. Я так не играю. Ладно. Я, наверное, сейчас куплю чего-нибудь. За пять тысяч, что ли. Только эти пять тысяч, зачем она собирать. Раз, два, три, четыре. Ну, потом куплю себе что-нибудь другое. Ха, ну, сейчас купить-то я куплю. А вот вопрос. Хватит ли у меня денег на наём? Тоже везде всё вырыто. Не, я, конечно, пошла к соседям по пять лопаток поиграться, как говорится. Но, сами понимаете, так много не накопаешь. Не, мне хотя бы сейчас пять тысяч сделать. И, наверное, я пока месть куплю. Ну, буду для красоты стоять. Буду потом нанимать. Если что, продам. Проблемы. Упс, ещё один удар. Ещё десять монеток. А потом ещё монетки для наёма. Было бы неплохо. Для наёма надо прилично. Надо было на сутки нанимать. Да ладно. Думала уже, чтобы отработали нормально. А то без конца поставишь что-нибудь делать. Так раз. Заходишь, и они уже не работают. Знаете, типа время вышло. И до свидания. Так, ещё один сосед обойдём. Сейчас в гости. В основном, видите, на каких? 90-щита уровнях. Вот у некоторых прям всё уже вычищено. Всё стоит. Всё красиво. А у некоторых там вообще ещё нигде ничего. Не, ну я понимаю, что у нас тут параллельно идут несколько обнов сразу. И уделять время и там, и там одновременно. Ну, это действительно нереально. Я сама, допустим, вчера за шатухой к одному соседу выкопала сразу эти 300 лопат. Вышла и сказала спасибо и на этом называется. Хотя могла накопать намного больше. Время, это же время. Или бежишь там, где чистишь там, где, допустим, на 13 дней. А это будет стоять, никуда не денется. Поэтому как-то откладывается в долгий ящик. Да вот тоже, видите, уже здания все, в принципе, нужные есть. Да, травка недочищена. Ну, разве это проблема? Это совсем не проблема. Так, ещё раз копнём. Пойдём, подумаем ещё раз, что купить-то. Ладно. Котач у меня уже один есть. Я бы хотела, конечно, хотя бы летний домик. Ну, 12 тысяч. Или я оставлю всё, как есть, пока месь. И всё-таки буду собирать себе. Не морочить. Нет, ничего уже покупать не буду. Буду собирать на дом с верандой. Ну, в конце концов, медленно и уверенно, кораблик мы построим. Ну, пускай не сегодня, не завтра, но когда-нибудь он будет. Видите, у нас апельсины идут и трескан на провизию. Кстати, надо это вот пособирать, безобразие стоит, никто не убирает. А дамочка моя ходит, непонятно, чем занимается. Вместе того, чтобы заняться делом. Птичка, я тебя заметила. Кстати, клад нашла. Случайно. А в кладе монетки не выпадают. А почему? А я считаю, что должны были выпадать, по идее-то. Ну, вот как-то так. Матросы у меня просто загорают. Им просто нечего делать. В общем, я продолжаю копать. Итак, лопаты закончились. Копать я больше не могу. Возвращаюсь домой. Чувствовал, выпаденного долга. Так, растения будут скоро. Тут у нас еще время. Вы знаете, я думаю, что в принципе видео можно заканчивать. Монетки я буду продолжать собирать. Ну, а там буду решать, что покупать. Но мы с вами продолжим тогда, когда появится, что смотреть. И на этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok